МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если посмотреть Евангелие Диана 11 главу, то там рассказывается об Иисусе. И в сердце Иисуса Лазарь был жив. Однако в сердце Марии Марфы Лазарь уже умер. И также в сердцах всех иудеев Лазарь умер. Поэтому Иисус говорит о том, что Лазарь будет жить. Не было той души, которая могла бы принять это слово в свое сердце. Так верно же? Почему так? Также совершенно верно. Но пастор Уксупак... Да, Иисус Христос умер на кресте. И все пастора в Корее говорили о том, что мы грешники, говорили о том, что мы должны просить у Бога прощения за наш грех. Однако пастор Уксупак понял о том, что Иисус очистил наш грех, когда передает это Евангелие. Представляете, как было радостно Иисусу? Потому что был человек, который был с таким же сердцем, как у Иисуса. Понимаете? Смотрите, здесь впереди наши пожилые сестры, которые покрасили белый цвет свои волосы. Может быть, они уже в возрасте и плохо зарабатывают деньги, уже нет силы. Однако, когда их сердца будут течь вместе с сердцем Иисуса, то... Представляете, как будет радостно Иисусу. Верно? Сестра Чонг из Хамбатской церкви? Да. Которая на втором ряду? Ответьте, пожалуйста. Да, сестра. Сестра Чонг, когда Миссис со мной ездила в машине, она не видит. Но она говорит, мы что, уже сюда приехали? Я тогда спрашиваю, сестра, а вы хотя бы знаете, где мы? Это не там, где вы думаете. Она все знает. Говорит, пастор, я все знаю. Я говорю, а как вы знаете? Я все вижу. Ну как? Вы же не видите. Она говорит, ну не глазами, но всем другим я вижу. А как? Я могу обаянием почувствовать, увидеть и могу попробовать. Все я чувствую. Сестра Чонг говорит мне так. Я по вкусу, по чувству. Вы думаете, что если я не вижу глазами, ничего не вижу? Я все вижу. Знаете, умные люди не знают. Сестра Чонг, она уже в возрасте. Когда я вижу на нее, она, да, у нее больше черных волос, чем у меня даже. Но, смотрите, мы с этим Иисусом, когда имеем одно сердце, да, в мире, есть многие люди, чьи сердце отличаются от сердца Иисуса, но... Господь Бог, Он, чтобы спасти мертвого Лазаря, послал Иисуса, правильно? И Иисус, Он может воскресить мертвого Лазаря, и специально для этого пришел. И Лазарь будет жить или нет, это вопрос времени, правильно? Аминь? Да, Он сможет жить. Однако, Иисус говорит Марии и Марфе, что твой брат будет жить, но они не верят в Слово Иисуса. В сердце Иисуса Лазарь будет жить. Он верит в это, поэтому говорит об этом, что Лазарь будет жить. Однако, в сердце Марии и Марфы Лазарь уже мертв. Скажите, их сердце едино с сердцем Иисуса или нет? Отличается. Иисус, здесь написано, огорчился или прослезился. Именно вот, что имеется в виду. Иисус, Он, будучи Сыном Божиим, Он тот, который сотворил человека. Поэтому Он вполне может воскресить мертвого Лазаря, может обновить его. Однако, Лазарь, да, Бог может его обновить, Он может его воскресить. Иисус говорит, твой брат будет жить. Но что они говорят? Да, в последний день воскреснет. Говорят, отнимите камень. Тогда отвечает, Господи, уже четыре дня прошло, как Он умер, уже смертит. Другими словами, если открыть, тогда Он будет... Да, воняет. Давай, просто пойдем, Иисус. Ну, наш Иисус, Он, Лазаря, который умер и лежит во гробе, прежде чем Его воскресить, Он хотел воскресить Лазаря, который умер в сердцах Марии и Марфы. Тогда Иисус говорит, твой брат будет жить. Они говорят, да, естественно, он будет жить. Ведь ты, Иисус, пришел, естественно, наш брат будет жить. Мы верим в это. Ты пришел, ты воскресишь Его. Если Мария и Марфа сказали бы так Иисусу, представляете, как Иисусу было радостно. Согласны? Но что говорят евреи? Да, тот, который открыл глаза слепому, разве он не мог бы сделать, чтобы и этот не умер? Да, Иисус, Он, окорчился в сердце. Мы, знаете, может быть, в этом мире проживают многие люди. Есть большие церкви, к которым говорят, что верят в Иисуса Христа, собираются многие люди. Но из-за того, что их сердце не течет сердцем Иисуса, поэтому очень многие расстраивают Иисуса. Ну, вы сегодня собрались на Гаритый Дог, и здесь многие люди, которые с тем сердцем, как у Иисуса. Поэтому, как вы думаете, Иисусу радостно смотреть на эту конференцию? Вы так тихо отвечаете. В этот раз мы проводили форум христианских лидеров в СЛФ, и пришел пастор Шин. Он является основателем университета Пиксок, и долгое время был ректором теологического университета, и воспитал очень многих служителей. И он пять лет тому назад познакомился с миссией Год Ньюс и получил спасение. Представляете? Ему вот сейчас наступил Новый Год, и поэтому ему 88. Он говорит мне, пастор, я стал на год старше, но я все-таки еще совсем свежий. И пастор, когда свидетельствует, а пастор Паганчжо, будучи ведущим, дал ему 10 минут свидетельствовать, сказали, свидетельствуйте. И на протяжении 10 минут он говорит, мне много хочется рассказать, но я не смогу обо всем рассказать. И поэтому, позвольте, я скажу одно, что я сделал неправильно, и одно, что я сделал хорошо. И что говорит, что он сделал неправильно? На протяжении десятки лет я воспитывал служителей, но я их неправильно научил. И поэтому сейчас все они говорят ерунду, неправильно они поступают. Об этом он говорит. Представляете, ему 88. И он ровно на 11 лет старше меня. И он, знаете, уже на ты со всеми разговаривает. И начал ругать всех о том, что все должны уже опомниться. И однажды кто-то сказал ему, пастор, ну это уже чересчур. Он говорит, что, что, через черт ты говоришь? Я еще даже не начал, говорит этот пастор. И он говорит, есть одно, что я сделал хорошо. Пять лет тому назад я встретился с миссией Good News, и я получил спасение. И знаете, он совсем иначе начал говорить, не так, как раньше. И в прошлый раз в декабре, 19 декабря, в зале KBS у нас был концерт Рождественской контакты. И тогда на острове Йои мы приготовили помещение. В 2017 году у нас началось первое движение СЛФ, где собралось 700 служителей, и была очень хорошо воспринята наша программа. И уже меньше трех лет прошло. И за это время уже 160 тысяч служителей слушали нас и поменялись. И теперь они по всему миру сейчас находятся, и приезжают к нам, и тоже учатся, тренируются, и в Корее, и в США. И знаете, те, которые получили у нас обучение, когда я приезжаю к ним, они уже все делают. Например, когда мы встречали Новый год в прошлом году, тогда пастор Сервада, он получил спасение в Корее, и изменился, и собрал 100 тысяч человек. В этот раз я был в Того, и была встреча с президентом. И президент Того, мы с ним познакомились в токийском конференции президентов Африки, и он попросил, давайте лично встретимся, и мы хотели лично встретиться. Однако, у меня не получается лично встречаться, потому что я не владею языком, и поэтому наш евангелист Ким Самуил с этим братом, мы вместе пошли, и там получилась не индивидуальная встреча, да, но троем мы встретились и пообщались. И когда я беседовал с президентом, мы говорили о проблемах молодежи, о многом мы обсуждали. Господь Бог перед нами, Он открывает путь. Когда в Америке мы провели первый форум, потом в Латинской Америке, в России, в Гонконге, знаете, многие пасторы собираются. И больше всего мне радостно, когда многие пасторы собираются, потому что там так интересно. Они, слушая то, что я им говорю, однажды в Гонконге один пастор поднял руку и сказал, у меня есть вопрос. Я спрашиваю, какой у вас вопрос? Он говорит, многие теологи говорят о том, что вопрос спасения очень сложен. Но пастор Уксупак, как вы можете так легко трактовать, так неправильно? Тогда я ему ответил. Пастор, вы просто не знаете, не только вопрос спасения, вся Библия очень сложная. Во время брачного пира в Кане Галилейском не хватало вина. Иисус дал воду и говорит, что это вино. Разве это легко поверь? Не, это тоже трудно. Дочь Иоира умерла, а Иисус говорит, спит. Это сложно, трудно. Или пяти хребами накормил пять тысяч человек. Как такое может быть? Или Дева Мария родила Иисуса. Как такое может быть? Это сложно. Не только вопрос спасения, но все, что есть в Библии, это сложно. Почему? Потому что его очень сложно трактовать, логически. И знаете, такая тишина. Я говорю, Бог хочет, чтобы мы не трактовали, а чтобы просто верили. Я не трактую Библию, я просто поверил, как там написано. И знаете, тогда многие люди, которые там собрались, сказали аминь и аплодировали. И у того пастора, который задал вопрос, у него лицо покраснело. И вечером того дня он уверовал. То спасение, которое мы получили, это не что-то малое. Это не что-то малое. Это то, что даже невозможно поменять на весь мир. И как же мы это спасение получили, когда мы приняли сердце Иисуса Христа? Однако сатана после Адема держит людей. Иисус Христос, Он умер на кресте и спас нас. И зная об этом, начинает дьявол вести наши мысли в неправильную сторону. И когда мы получаем руководство от этих мыслей, тогда даже если мы ходим в церковь, мы говорим о том, что мы грешники, правильно? Говорим не так, как говорит Иисус. И кажется, да, вроде бы я действительно грешник. Но, как бы нам ни казалось, как мы ни думали, что правильно, мы должны понимать слово Иисуса. И у нас есть такая вера. Они изучают философию, теологию, и поэтому они не могут понять это слово, потому что все так сложно и запутанно. Когда они смотрят на себя, да, я точно грешник. Как бы я ни смотрел на себя, я могу сказать, что я грешник. Но если Иисус говорит, что я праведник, значит, я праведник. Вот что значит человек, который верит в Иисуса. Аминь. Лазарь умер. Но если Иисус говорит, что будет жить, значит, будет жить. Аминь. Нашей церкви тяжело. Но если Бог поставит церковь, значит, Он нам будет стоять. Знаете, долгое время я много раз слышал о том, что мы секта. Но, что я одно точно знаю, это то, что Господь Бог со временем, в 62-м году я кровью Иисуса Христа понял, что мой грех полностью омыт. И кровью Иисуса Христа мой грех полностью омыт. И тогда я ходил в церковь города Сан-Сан. И только я один говорил, что я без греха. А все говорят, что у них есть грех. Даже пастор говорит, что он грешник. Знаете, я подумал, наверное, Сан-Сан это деревня, поэтому если пойти в город Тегу, там уже пасторы будут говорить о том, что у нас нет греха. Я поехал специально в город Тегу. Но даже там пасторы говорят о том, что мы грешники. Я подумал, наверное, тогда в Сеуле образованных пасторов много, и поэтому там, наверное, скажут, что мы праведники. Но и даже в Сеуле говорили, что мы грешники. Понимаете? Раньше, говорят, была деревня, где у всех девушек было три груди. Но когда я там был, там у всех два, то есть это придумал кто-то. Однако вот в этой деревне все говорят, что три груди. У всех два, да? А там говорят, что у них три. Смешно, да, на самом деле, если будет три. Но если человек, который имеет две груди, приходит в эту деревню, называли его ненормальным. Правильно? Так же происходит. Так ведь? Все говорят, что грешники, а миссия Гуньос говорит о том, что мы праведник, поэтому в глазах их кажется, что мы секта. Но проблема в том, что Иисус говорит, что Он оправдал нас. Иисус! Он сказал, что Он оправдал нас. В американской республике я участвовал на собрании служителей, стал за кафедрой. Собрались многие служители, и я сказал, что я праведник. Тогда они все очень сильно удивились. И говорят, пастор, у меня есть вопрос, у нас есть вопрос. Вы разве не грешили, пастор? Разве вы никогда не обманывали? Я сказал, знаете, я столько раз воровал, что даже не могу вспомнить, сколько раз это было. Я вырос в деревне, и часто я голодал, был голодным. И когда мне было 15-16, то на поле я видел только съедобное. И поэтому немножко мы срывали колосья, поднимались на гору, и там готовили. И знаете, если вот так вот нагревать, то на самом деле, пока ты вот так вот чистишь эти колосья, и лицо становится черным, ну, очень вкусно. Однажды. Так было вкусно, я сказал во время слова, что хочу снова попробовать. Тогда один брат услышал меня, он принес, приготовил пшеницу, но когда я попробовал, совсем невкусное было. Тогда мы назвали этот уромук. Во Христе Иисусе я живу. Кого бы Иисус не встретил, сердце Иисуса всегда отличалось. Кого бы Он не встретил, не было человека, который бы имел бы сердце, как у Иисуса. Иисус говорит, это болезнь не смерти, а к славе Божией. Тогда надо просто так поверить. однако, поскольку у них есть свои мысли, они не принимают. Иисус говорит, что твой брат не умрет, а будет жить. Если Иисус говорит, что будет жить, значит, будет жить. Разве не так? А как-то вы, многие не отвечаете, наверное, думаете, что это не так. Но если Иисус говорит, что будет жить, значит, будет жить. Верно? Если Иисус говорит, что Он оправдал, значит, мы оправданы, правильно? Но! Иисус говорит, что Он оправдал нас, но мы говорим, что мы грешники. Если я был на месте Иисуса, я думаю, наверное, знаете, умер бы от злости. Иисус, наверное, скажет, вы думаете, я зря умер на крысе, я же умер, чтобы очистить ваш грех, пролил кровь. Почему же вы этого не знаете? Почему вы говорите, что у вас есть грех? Все, оставьте. Бросьте их в ад. Может быть, если бы я был бы на месте Иисуса, так бы сказал. Но Иисус терпит, терпит и ждет. И пока Он ждал, мы смогли получить спасение. И мы получили спасение и говорим, спасибо, Господи. Мы грешники, но теперь благодаря Тебе мы оправданы. Спасибо. О дивный день, о дивный час, когда я получил прощение грехов. Его кровью мы получили прощение грехов. Когда Господь слушает эти слова, а, и теперь Иисус говорит, наконец-то появились люди, которые понимают мое сердце, те, которые со мной одним сердцем. И теперь, представляете, как Ему радостно. Господь Бог, Он очень любит вас. Аминь. И также многое, что хотел сделать Иисус. Иисус через нас, Он действует и хочет совершить. На самом деле, я за это очень благодарен. страна Парагуай. Это страна, куда очень сложно получить визу. Туда очень плохо дают визу. Но однажды, каждый раз, мне было очень сложно получать визу в Парагуай. И наш один брат встретился с послом Парагуая и очень подружился. И однажды посол пришел ко мне и говорит, знаете, я решил принять вас как старшего брата. И поэтому он говорит, вот я попросил корейцев и мне дали имя Пак Тэй Су, что значит Большой Су. Я сказал, но если ты хочешь быть моим младшим братом, тогда почему ты взял именно слово Большой? Надо было взять Манекий Су. Знаете, у меня есть несколько младших братьев и сестер. Вот родной есть только один младший брат. Но министр по делу молодежи Танзании тоже является знаете, моей младшей сестрой. Она называет меня старшим братом. И также министр по делу молодежи Южной Либии. Знаете, мы сначала с ней очень сильно ругались, когда мы проводили всемирный лагерь. то, знаете, мне приходит указание. Когда мы из Пусана едем в Сеул на мероприятие, тогда мне говорят, чтобы в моей машине, да, когда я еду, от Сеула, от Пусана до деревни Сан-Сан, чтобы я общался с одним министром. потом от Сан-Сана до Сеула, да, говорят, чтобы я второму передавал Евангелие. И то же самое, когда мы обратно едем, чтобы я передавал Евангелие от Сеула до половины пути, а потом, когда от Сан-Сана будем ехать до Пусана, тоже я передавал Евангелие. То есть, мы общаемся с четырьмя министрами. Такой приказ ко мне приходит. и среди них это был министр по делам молодежи из Южной Либии. И эта женщина, она очень высокая роста. Однажды мэр города Пусана, он устроил обед и сказали, чтобы она сказала слово. Она была очень высокой ростом, и она говорит, что Бог мне дал высокий рост, чтобы я часто нагиналась. И она вот так согнуто рассказывала. Так вот, посол Парагуая стал дружить со мной, и он называл меня старшим братом. И однажды он пришел ко мне и говорит, старший брат, у меня есть один вопрос, который сильно волнует. Я спрашиваю, что случилось? Президент Парагуая приедет в Корею и будет три дня в этой стране. На самом деле все послы хотят, чтобы во время срока их пребывания приехал президент. И на протяжении трех дней он будет рядом с президентом. И если понравится президенту, тогда он может стать и министром, правильно? если все получится хорошо, тогда он может даже стать премьер-министром. И он думал, что же мне нужно сделать на протяжении трех дней? Он думал и думал. Но президент, он высокопоставленный человек страны, поэтому нужно очень хорошо принять, а для этого нужны большие средства. Однако посольстве нет таких денег, и поэтому он переживал, думал, размышлял, и потом подумал, нужно будет провести музыкальный концерт, потому что наш президент любит музыку. И говорит, старший брат, не могли бы послать нам хор Гра сейчас? А как раз этот день совпадает со днем проведения семинара. И поэтому я обратился к директору хора, и он отправил несколько человек из семи вечера начинался музыкальный концерт для президента. И я подумал, мне нужно тоже сходить. И посол сказал, да, старший брат, вы тоже приходите. И пол седьмого я поехал и сказал, что буду там до пол восьмого, чтобы я успел приехать на то место, где проходит семинар. И с запасом времени я решил поехать туда. Я сказал, да, приходите. И когда я пришел, еще за полчаса до начала концерта, посол мне говорит, поднимайтесь на девятый этаж. И я поднялся на девятый этаж, а там находится президент Парагуая, и пресс-секретарь, и два министра, и посол. Пять человек. Они находились в комнате, я поздоровался с президентом, и мы начали беседовать. Но знаете, я даже не знал, о чем надо говорить. И я даже как-то не мог понять, о чем надо говорить. И тогда посол мне говорит, пастор, расскажите про волонтеров. Я рассказал про волонтеров, и потом говорит, пастор, расскажите про девушку по имени Мунгетин. Хорошо, я рассказал. И потом, когда я выходил, я дал книгу «Секрет прощения грехов и рождения свыше» на испанском языке. Прошло несколько времени, и посол мне позвонил, и говорит, что президент прочитал полностью книгу вашу. И президент хотел читать вашу книгу, и сказал в самолете, чтобы дали вашу книгу, но секретарь оставил его в Корее. И поэтому на следующий день жена посла с этой книжкой полетела специально в Парагвай, и президент прочитал эту книгу. И потом президент пригласил меня, но я сказал, что я очень благодарен, но я не смогу поехать прямо сейчас, но как я встретился с президентом Парагвая. Я приехал по приглашению президента, поэтому когда я приземлился в Парагвай, тогда меня повели уже охрана президента, и они все сделали вместо меня, я просто пил чай, а потом меня сопровождал эскорт, и сначала было очень удобно, но потом ездить с полицейским эскортом было так неудобно, вот. И первый день я позвонил пресс-секретарей спросил, сколько у меня есть времени на встречу с президентом? Мне сказали, есть 40 минут, но хор должен еще выступить, где-то три песни, это еще 10 минут, потом поздороваемся, где-то 5 минут, и тогда у меня останется 25 минут всего лишь. И я подумал, как на протяжении 25 минут я могу передать Евангелие? и утром, когда мы поехали, я сказал хору, хор, послушайте, вы будете выполнять три произведения, это пройдет 10 минут, потом поздоровимся 5 минут, и тогда у меня есть только 25 минут, и за это время я хочу передать Евангелие, и поэтому хор, если вы отберете мое время, больше никогда не буду брать вас с собой на встречу с президентом, если будут у вас что-то спрашивать, отвечайте только да и нет, не забирайте мои драгоценные 25 минут, они сказали хорошо, знаете, хор, они же прямо очень внимательно меня слушают, и когда мы поздоровались с президентом, действительно прошло 5 минут, и хор выступил, и потом я открыл Библию и начал передавать Евангелие, я сказал господин президент, в Диане 13 главе написано о том, что отменяя то, что царем поставил Саула, и Господь Бог говорит, нашел я Давида, сына Иесеева, мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои, Давид был, знаете, нехорошим, недобрым, а он был по сердцу Божьему, то есть с одним сердцем, Господь Бог, хотя в Израиле было много людей, много мужчин, но именно Давида Господь Бог поставил царем, и через него он совершал свой план, Господин президент, хотя вы президент Парагуая, но если ваше сердце будет отличаться от сердца Божьего, тогда Бог не может через вас действовать, если вы будете по сердцу Божьему, тогда Господь Бог, Он будет помогать вам, пока вы будете править этой страной, это было только введение, и в основной части, что я начал говорить, он спрашивает, а как мне нужно сделать, чтобы быть по сердцу Божьему, я сказал, давайте я об этом объясню через Библию, аминь, я сказал, Господь Бог, у Него сердце отличается от нашего сердца, и не важно, какие у нас мысли, если Бог говорит черный, значит я черный, если Бог говорит, что я белый, значит я белый, если Бог говорит, что очистил наш грех, значит он очистил, если он говорит, что мы грешники, значит мы грешники, именно вот так, если мы говорим, тогда мы будем одним сердцем с Богом, тогда в чем мы должны быть едины с Господин президент, я думаю, что вы тоже согрешили, я тоже согрешил, но Бог наш, что говорит нам, оправдан, нет греха, вот что говорит нам Бог. Почему? Да, мы все согрешили и мы должны были погибнуть, но Он жалился и у нас нет праведности. Зато Господь Бог дал праведность Иисуса. На кресте Иисус вместо нас получил все наказание и праведность Иисуса Бог дал нам. И наш грех забрал Иисус. И все наказание, которое мы должны были получить, мы, Он получил на кресте. И поэтому, когда мы смотрим на себя, да, мы грешники, однако Иисус Христос умер на кресте и очистил наш грех, поэтому мы говорим, что мы оправданы. Так написано в Библии. Поэтому, Господин президент, если вы хотите быть по сердцу Божьему, тогда в первую очередь, да, в ваших мыслях, может быть, у вас есть грех, но Иисус Христос очистил наш грех, поэтому мы должны говорить, что у нас нет греха. Тогда мы будем по сердцу Божьему. И даже если вы только так поступите тогда, Господь Бог, Он будет очень радоваться. Аминь. Дорогие братья и сестры, а вы так поступили? Нет, я грешник все равно. Поднимите руку, кто думает, что я все равно грешник. Что важно? Господин президент, я общался со многими людьми, но я не видел таких людей, которые были бы честны, как этот президент. Раньше, прежде чем стать президентом, он был католическим монахом. Так вот, после беседы со мной, он созвал журналистов. Собрал журналистов, и что он сказал им? Я был священником католическим, в церкви. Однако, была одна женщина, которую я не мог действительно оставить. И я очень любил ее. Да, я знаю, что священник не должен так поступать. Однако, между нею и мною есть ребенок. Дорогие жители Парагуая, я совершил грех перед Богом, но Господь Бог очистил мой грех. И так же я прошу, чтобы граждане наши просили наш мой грех. И он об этом объявил по всей стране. И стал очень известен из этого случая. Но что сказали граждане? В нашей стране президент такой честный. Да. Мы можем понять, что действительно кто-то может чувствовать любовь. Это очень хорошо. И после того, как он получил прощение грехов, первое дело, что он сделал, это он рассказал об этом. Всегда этот грех мучил его. И мы стали очень близкими друг с другом. Прошло время, и он заболел болезнью рак. Он и так же депутат Верховной Палаты. В Парагуае не было способностей, чтобы лечить эту болезнь, поэтому он поехал в Бразилию и уже находился при смерти. Врачи проводили совещание и одна женщина, доктор, сказала, мы неправильно все делаем. Потому что, когда президент ехал сюда, он мог идти сам, но сейчас же он потерял сознание даже. Мы же продолжаем лечить его тем же способом, который не помогает ему. Если так продолжим работать, тогда господин президент погибнет. Поэтому нам нужно менять способ лечения. Этот способ, которым мы пользовались, он не помогает. И нельзя уже больше пользоваться тем же способом. Нужно менять срочно способ. А как? Будем считать, что сегодня впервые господин президент пришел к нам, и поэтому мы должны заново его обследовать. И по слову этого доктора начали заново его обследовать. И господина президента, который был не в сознании, осмотрели. И потом, однажды, господин президент, он снял несколько пуговиц из футболки и показал мне место, где провели операцию. Сказали, что в этом месте нашли проблему и сделали операцию. Провели операцию и после операции врач дал лекарства. На следующий день он уже поправился и смог выписаться и вернулся в резиденцию. А тот депутат, с которым мы вместе находились в больнице, он вернулся уже мертвым. И когда мы встретились с президентом, что говорит господин президент? Бог, он возлюбил меня и поэтому он спас меня. Мы стали намного ближе друг к другу. И он стал советником Айваэф и президент Бенлина и президент Паругай, когда мы говорим, что они советники нашей организации, тогда они говорят, как такое может быть? А есть доказательства? И слава Богу, господин президент посетил Корею и тогда мы дали документ о том, что назначаем его в советника. Знаете, в Корее очень хороша тем, что здесь очень высокий уровень медицины. И среди президентов есть те, у которых проблемы с зубами. и когда приходят к нам гости, тогда я их отправляю к нашему пресвиттору ИСУ, который работает стоматологом. И господин из Бенина, он говорит, знаете, когда меня в Бенине лечили наши стоматологи, мне казалось, что мне прямо все там испортят только, а здесь так лечат, даже не больно. И очень хорошие врачи господину президенту Королевства ИСВАТИНИ. Я сказал, давайте мы будем лечить вашу королевскую семью. И он согласился, и тогда я повел врачей, и они вылечили членов королевской семьи, и тогда всем дали благодарственные грамоты. И тоже в этом году, в марте, я хочу поехать. И это так хорошо. Знаете, после встречи с Иисусом, то, чего раньше у меня не было, именно новый мир входит ко мне через Иисуса и формируется у меня. Поэтому, знаете, вы привыкли спать на мягкой кровати, а здесь так все твердо, и с самого утра слушайте слово с раннего утра, да, раньше, да, вы на диване лежали, или спали на мягкой кровати, а здесь только мы спим на полу, и поэтому неудобно, но я благодарю, что никто не жалуется, не ругается. Наш Господь Бог, Он дает нам новый мир, и этот новый мир, это мир, в котором наше сердце едино с сердцем Бога. Раньше я думал, что я грешник, я думал, что я злой человек, но Кремлянам в 3 главе 23 стихе написано, что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание дара по благодати Божьей, по благодати Божьей искуплением во Христе Иисусе. Смотрите, я да, согрешил, я точно грешник, но Библия Слово говорит, что Бог оправдал меня. Я согрешил точно, но если Бог говорит, что Он оправдал меня, значит, я оправдан. Мы должны так менять наше сердце. Это есть быть по сердцу Божьему. Поэтому кровью Иисуса Христа мы получаем оправдание. Когда у нас появляется такая вера, неважно, где вы находитесь, Господь Бог, Он вместе будет пребывать вместе с вами. по благодати Божьей наша миссия. В 2017 году в марте проверили форм христианских лидеров СЛФ в Нью-Йорке и собралось 700 служителей, и все они изменились. И в 2019 году, когда мы проводили рождественскую контакту в Корее, то в небольшом гостинице мы провели мероприятие, и туда собралось 500 служителей Южной Кореи. И пастор Шин, он свидетельствовал, потом пастор Ли Хан Гю, он свидетельствовал, в каком направлении мы идем, и потом вышел пастор Усупак о том, как мы кровь Иисуса Христа получаем прощение грехов. Знаете, так все люди удивлялись, и они говорят, как можно называть ересью такую истину? Один пастор пришел ко мне и попросил прощения, что да, он называл меня Килиси. И был один журналист там, это брат сестры, Муньон Су, в то же время старший брат нашего миссионера, Муньон Су, который в Америке служит, и он долгое время знаете, не обращал внимания к нам, но в этот раз он пришел и говорит, действительно, наша миссия это истинная церковь, и вчера тоже брали интервью, я думаю, что в газете об этом напишут. в этот раз, когда мы проводили форум христианских лидеров, в Фангчжу 150 человек, Мокпо 100 человек, 120 человек в городе Инчон, в Иксане, в Чонжжу, в Тэгу, во многих местах, и в Сеуле 500 служителей собралось, и большинство из них говорят о том, что церковь Мисси Гуниус должна вести христианство Южной Кореи. Уже многие говорят, что мы не являемся еретической церковью. Да, пришло, может быть, пришествие Иисуса Христа, поэтому Бог открывает путь перед нами. И, знаете, я так благодарен Господу Богу. Дорогие братья и сестры, я не думаю, что вы все вместе умрете в один день, в один и тот же час. Конечно, я не знаю, но кто-то может быть проживет еще 70 лет, может, кто-то и 100 лет проживет. потому что со временем все дольше и дольше увеличивается продолжительность жизни. Неважно, сколько лет мы будем жить еще, когда мы просто следуем за плотью. Нет, давайте не будем жить такой жизнью. Иисус Христос умер на кресте и очистил весь мой грех. Нам ничего не нужно сделать, надо просто поверить. Тогда Бог будет действовать. Аминь? из-за того, что это мы не знаем. Если из-за этого мы попадем в ад, теперь мы должны свидетельствовать об этом, что кровь Иисуса Христа наш грех омыт. До сих пор может быть мы напрасно вели нашу жизнь с 2020 года. Давайте будем жить новой жизнью. Каждый день будем воспевать Иисуса Христа, будем петь и благодарить Ему. Понимаете? А также мы не знаем, сможем или не сможем, но все равно будем распространять это Евангелие. Я тоже после спасения ничего не мог делать. Но это спасение о том, что кровь Иисуса Христа мы получаем прощение, это было настолько удивительным, поэтому я хотел его распространять. И Господь Бог был вместе. Да, сначала в Подолге я начинал церковь, мы были очень бедными, было очень тяжело. И тогда я думал, что наверное всю жизнь у меня будет церковь, где 10 человек и всю жизнь меня будут называть еретиком. Но знаете, теперь Бог сделал, что мы могли проводить миссионскую школу, мы начали отправлять миссионеров по всему миру. И сейчас стали самой большой миссией в мире. И стали церковью, которая передает истинное Евангелие. И все это стало возможным не потому, что мы молодцы, не потому, что мы умные, а потому, что это было угодно Господу Богу. И когда мы занимаемся подобным делом, Господь Бог дает и здоровье, дает и силу, открывает пути и дает свою благодать. до сих пор мы жили за своей плотью и жили только для того, чтобы хорошо питаться, хорошо жить. Но в 2020 году, встречая Новый год, открываются перед нами двери Евангелия и весь мир. Бог открыл путь, чтобы через нас распространялось Евангелие. Нет людей, которые бы так ясно говорили о прощении грехов. Нам же Господь Бог дал это Евангелие. И мы сами услышали это Евангелие и поверили в это слово и получили прощение грехов. не только мы и те, которые вокруг нас и по возможности знаете, тем, которые младше 70 лет, изучайте английский язык, чтобы вы скажете, чтобы дети жили не только в Корее, но поехали в Австралию, в США, за границу поехали и раз в год езжайте в Австралию или в другие страны и кого бы вы не встретили, скажите, давайте пообщаемся и открывай книгу Are you born again? И по-английски общаясь. Проповедуйте. Конечно, хорошие севкари вы будете делать, но попробуйте и за границу поехать. И в Африку съездите. таким образом в тетради пишите о том, что я в Африке передавал Евангелие через книгу Бытие мужчине по имени Джеймс. Пишите подобные свидетельства. Давайте все мы будем жить ради Евангелия. Аминь. давайте все мы будем жить ради Евангелия. Это то, что больше всего будет радовать Господа Бога. Господь Бог будет помогать вам. Может быть, нам кажется, что у нас не получится. Нас называют еретиками. я думал, что я тоже умру, слушая всю жизнь о том, что я еретик. Но когда я жил ради Евангелия, ради Господа Бога, тогда Господь Бог сделал, чтобы у нас был хор Грачис, международная организация Айвайф, чтобы мы проводили библийские семинары. И он всегда был вместе со мной, потому что это было угодно Господу Богу. Теперь больше мы не будем жить, следуя за этой плотью. Давайте будем возвышать Иисуса Христа. И я желаю, чтобы вы жили ради Евангелия. Тогда я в возрасте 80, 90, даже если вам будет 100. Наш любимый Иисус Христос, Его рука будет вместе с нами, и вы будете здоровы, понимаете? И будут плоды у нас духовные. Если Господь Бог будет за нас, Он во всем будет нам помогать. И давайте долго-предолго будем жить ради Господа Бога. И я желаю, чтобы вы пошли в Царство Небесное. в компании Samsung создали телефон Galaxy, очень хорошо создали. Но есть одно мое сожаление. В компании Samsung создали телефон Galaxy, который помогает нам связаться и с Америкой, и с Африкой. Однако мы не можем связаться с Царством Небесным. Алло, Царство Небесное. Если мы могли говорить по телефону с Царством Небесным, например, брат, который умер, спросить, брат, как вы поживаете, все хорошо? Да, пастор, все хорошо. А можно дать телефон этому брату? Пастор, так у этого брата не было спасения, он попал в ад. Пастор, есть те, которых нет спасения, поэтому вы хорошо пообщаетесь с ними, а то у двери Царства Небесного обнаруживается, что у них есть грех, тогда беда случится, правильно? Понимаете, да? Поэтому, если у вас есть какая-то неясность спасения, вы сразу спрашиваете, когда я смотрю, если бы у нас был бы телефон, с которым можно связаться с Царством Небесным, не все может, но я думаю, один или два, думая о том, что они получили спасение, может быть, у них нет спасения, тогда представляете, как они будут растерянны, и поэтому, даже если вы уверены, что вы получили спасение, но вы на конференции проверьте, и спросите у служителей, так или не так, внимательно послушайте слово, и проверьте себя, это тоже очень хорошо, а то вдруг, чтобы не отказалось, что у вас нет спасения, и потом, ангел не пустит вас, а вы скажете, что такое? Иисус сказал, очистил мой грех, поэтому пускай меня, веруйте в это, хорошо? А также, чем город Идок, я желаю, чтобы мы радовались вечным Царством Небесным, хорошо? Давайте будем славить нашего Господа, будем радовать Его, и наших любимых детей, внуков, внучек, невесток, племянников, дядю, тетю, всех, чтобы могли встретить Царство Небесное, давайте будем проповедовать, евангелизировать, чтобы Бог помогал нам, и я верю, что Он будет благословлять вас, знаете, если до сих пор мы жили ради нашей плоти, давайте больше не будем жить такой жизнью, ради Иисуса Христа будем жить благословенной жизнью, жизнью, в которой будет слава Божия, я желаю, чтобы вы стали такими братьями и сестрами. Иисуса Христа